Когда в июле 2015-го в Уфе на саммите ШОС обсуждалась возможность вступления в организацию Индии и Пакистана, именно Ислам Каримов, как будущий на тот момент председатель ШОСа, настаивал, это необходимо сделать, надо помочь провести переговоры, помочь двум крупнейшим странам Южной Азии преодолеть опасный раскол. Это справедливым образом сможет отразить изменяющийся геополитический ландшафт огромного и важного региона. Тогда и состоялся этот диалог. Эти два государства, не рядовые, они же ядерным оружием еще. Так через эту призму смотреть, то завтра вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил. Ислам Дмитриевич, а как будет смотреться? В Пекистан президент Каримов привел в ШОС Индию и Пакистан и создал новую политическую мировую реальность. И в этих словах российского президента, по сути, была оценкой не только работы Ислама Каримова по примирению Индии и Пакистана, а вообще оценка масштаба его личности. Каримов и правда создавал новую мировую политическую реальность. Он смог то, что удалось далеко не каждому постсоветскому лидеру. Сделал из бывшей республики СССР полноценного игрока мирового политического поля, от позиции которого много чего зависело. И к мнению которого прислушивались и прислушиваются и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве. С другой стороны, он был первым из лидеров республик, заявившим в 1991 году после неудачного августовского путча о независимости от Союза. Каримов родился в 1938 году. Не самая богатая семья, трудные годы Великой Отечественной войны. В 1955 году он окончил среднюю школу, в 1960-м в Среднеазиатский политехнический институт. Работал на заводе Ташсельмаш, потом на авиационном заводе. А с 1966 года Каримов работал в госплане Узбекской ССР. Он стал кандидатом экономических наук, возглавил республиканский Минфин. В 1989-м занял пост первого секретаря ЦК Узбекистана, а в 1990-м стал членом политбюро ЦК КПСС. И в том же 1990-м, 24 марта, на сессии Верховного Совета Узбекской ССР, Ислам Каримов был избран президентом республики. И он оставался на этом посту 26 лет. При этом, с самого начала он обозначил свои политические ориентиры, от которых не отходил все годы. Дружбу с Россией и Борисом Николаевичем нельзя нарушать. Да. То есть она должна им укрепляться. Это, между прочим, никто нашу дружбу не перебьет. Никакие ни союзы, никакие ни блоки. Ислама Каримова разные аналитики называли то слишком пророссийским, то слишком прозападным. Но в действительности он был только собой. Был лидером Узбекистана и в первую очередь заботился об интересах именно что своей республики. Исламу Каримову ведь пришлось решать множество труднейших задач в Узбекистане. Многие из них в годы СССР решить не смогли. Но что сделать, например, с тем, что там сложный климат и мало водных ресурсов? На Прикаримове Узбекистан свое сельское хозяйство не потерял, как и производство хлопка. Узбекистан – это самая населенная республика Центральной Азии. 32 миллиона. И она одна из самых многонациональных. Узбеки, киргизы, таджики, русские, уйгуры, дунгани. И, конечно, очень сильное традиционное влияние ислама. И в этих условиях Каримов сохранил республику, не дал зажечь костер гражданской войны радикалам, не дал сделать ее заложником чужих амбиций. И это Каримов, вероятно, первым среди глав постсоветского пространства, стал говорить об опасности ваххабизма. Ваххабизм нельзя недооценивать. Это то течение, которое имеет далеко идущие цели. И я хотел бы, пользуясь нашей с вами встречей, заявить о том, что я убежден в том, что историю повернуть назад нельзя, но религия, если ее неправильно использовать, это мощное оружие, которое может во многом создать большую напряженность, общественно-политическую напряженность. В этом противостоянии радикализму и терроризму Ислам Каримов для себя видел главного партнера – Россию. Сейчас мало кто помнит, что одну из первых заграничных поездок, тогда еще премьер Владимир Путин, совершил именно в Ташкент. И было это в декабре 1999 года, когда на Кавказе шла антитеррористическая операция, а Узбекистан переживал последствия террористических атак. Тогда исламисты пытались убить и самого Каримова. Вопросы я бы сформулировал так. Вопросы ползущие по октяне экспансии экстремизма и терроризма на территории Центральной Азии и другие регионы России. Я хочу об этом заявить. Имеют одни и те же администрацию природы. И за этой экспансией, если хотите, за этим проникновением стоят и объединяются в Центральной Азии. Что касается вопроса безопасности, то в этой сфере, я думаю, что мы, так же, как и в будущем, мы выходим на новый качественный уровень отношений. И когда в 2001 году террористическим атакам подверглись Нью-Йорк и Вашингтон, Каримов совершенно искренне позволил Соединенным Штатам открыть в Узбекистане авиабазу для нанесения ударов по талибам и толового снабжения войск. Тогда мало кто понимал, чем закончится американское вторжение. Политологи говорили было, что, дескать, Ислам Каримов пытался вести сложную геополитическую игру с Москвой и с Вашингтоном. Но какая тут игра, если у тебя в 700 километрах от столицы, в северном Афганистане, базы талибов и бежавших к ним со всего бывшего союза исламистов? Узбекистан предоставляет один из своих аэродромов для размещения, дислокации транспортных самолетов и вертолетов Соединенных Штатов и обслуживающего персонала, а также персонала, который будет выполнять поисково-спасательные операции. Каримов умело, хотя порой и жестко, строил отношения с соседями по региону. Его могли не любить, но не могли не уважать, потому что он сам уважал традиции соседей. Он почти каждый раз, приезжая в Москву, возлагал венок к могиле неизвестного солдата. Особая роль победы, без всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России, а правду можно искажать, когда теряю всякую совесть. Он был настоящим тяжеловесом, политическим патриархом. То, какой выбор сделал Каримов, было понятно пожилой всем. Он видел сильный и независимый Узбекистан партнером России, причем в разных областях, от политики до сельского хозяйства. Ну, не растет виноград в Москве. И в Питере не растет. Не говоря о других позициях. И мы как-то в Москве, в Питере забыли о том, что самые лучшие фрукты и овощи, естественно, в Узбекистане мы считаем. Мы так считаем. Странное, кажется, качество для политика. Искренность. Но Ислам Каримов не боялся. Открыто проявлять к другу дружеские чувства. И мог вот так запросто нарушить протокол и проводить гостя Владимира Путина до самолета. Каримов вообще не боялся принимать нестандартные и жесткие решения. Не боялся быть непонятным. Не боялся говорить то, что думает. И поступать по велению сердца.